Всем привет! В этом видео хочу показать на конкретном примере, как работает бот-машина по накрутке дизлайков неугодных видео на ютубе. Три дня тому назад я публиковал видеоролик о последствиях урагана Харви в Техасе. Название придумал Стебное, а Путин поможет Трампу восстановить Техас после урагана Харви. Видео набрало чуть более 10 тысяч просмотров. На сегодняшний день мы имеем 1048 лайков и 526 дизлайков. Посторонний зритель скажет, что видео не совсем удачное, потому столько много дизлайков. Но давайте разберемся, какой процент из этих дизлайков реальный, а какой процент был накручен бот-машинами. Когда я публиковал видео, я сразу сделал скриншот. Тогда было 267 просмотров, 25 лайков и 7 дизлайков. 500 просмотров, 46 лайков и 14 дизлайков. То есть число дизлайков составляло 22-23% от общего числа оценок. Или 2,7 дизлайка на каждые 100 просмотров. Однако, примерно через час после публикации видео, я на телефоне обновил ролик и увидел, что у меня 200 лайков и 200 дизлайков. Я моментально заподозрил неладное и мигом побежал к компьютеру, чтобы зафиксировать этот невероятный скачок дизлайков. За 30 секунд, пока я включал запись с экрана, дизлайков стало уже 253. А теперь смотрите видео. При просмотрах 1622 всего за несколько минут количество дизлайков выросло до 300. Тут четко видно, как работает бот-машина. Дизлайки накручиваются огромными темпами при отсутствии прогресса в просмотрах. Очевидно, что это вызывает подозрение, что за час просмотра видео мне поставили 50 дизлайков, а потом за 3 минуты поставили еще 250 дизлайков. Я задал себе вопрос, а почему же, собственно, мое видео так привлекло бот-машины? Дело в том, что в моем видео присутствует слово Путин. На тот момент мое видео по запросу в ютубе слово Путин вышло в первую десятку, что подтверждает данное видео на экране. Чуть позже я проверил запрос через анонимный вход в браузер, и мое видео уже было на втором месте по запросу Путин. Я подозреваю, что на ютубе работает специальная команда, которая отслеживает появление новых видео о Путине и о российской власти. Если в этом видеоролике как-то негативно говорят о Путине или высмеивают его, то сразу же дается команда накручивать дизлайки этим видеороликом. Интересно, что достигнув отметки 300 дизлайков, накрутка резко прекратилась. Я далее продолжил слеживать статистику, однако с этого момента лайки и дизлайки появлялись естественным путем. На 2715 просмотрах лайков уже было 335 и дизлайков 333. Когда я увидел накрутку, я закинул видео на сайт дизлайкометр. Сайт начал отсчет, когда у меня было 300 дизлайков и 200 лайков. Как видно на статистике, позже лайки обогнали, дизлайки и дизлайки пребывали с тем же темпом, что и в начале, когда не было накрутки. На сегодняшний день видео имеет больше 10 тысяч просмотров, 1048 лайков и 526 дизлайков. Это 5 дизлайков на каждые 100 просмотров или 33% дизлайка от общего числа оценок. Если же отнять 250 накрученных дизлайков, получается, что у меня 2,6 дизлайка на 100 просмотров или 21% дизлайков от общего числа оценок. То есть именно те же показатели, что были в самом начале видео до 5000 просмотров, как включилась накрутка дизлайков бот-машинами. Все вот эти накрученные дизлайки воспринимаются бот-машинами ютуба как негатив о видео и видео теряет рейтинг, оно не появляется в рекомендациях, оно не появляется в каких-то выдачах по запросам. А также эти дизлайки негативно влияют на зрителя, ведь человек заходит, смотрит, что там много дизлайков и сразу выключает видео, поскольку понимает, что видео некачественное, оно просто неинтересное. Ютуб так активно борется с какими-то накрутками в пользу блогеров, постоянно вычисляет, чтобы не дай боже блогер не накрутил себе просмотры или лайки. Но при этом ютуб абсолютно никаким образом не борется с накрутками дизлайков и воспринимает эти дизлайки как все нормально, все с собой разумеющееся. В этой истории меня радует одно, что мое скромное видео, юмористическое видео привлекло команду представителей Владимира Путина. Они дали указания накручивать дизлайки на моем маленьком скромном канале. Ах да, еще забыл, согласно статистике за 22 и 23 сентября 2017 года, то есть когда появилось видео, так вот большинство дизлайков под это видео, большинство, подавляющее большинство дизлайков под этим видео было поставлено из России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok